Россия основательно подошла к вопросу совместных учений с Белоруссией. По сообщению заместителя министра обороны Фомина, новые ЗРК вскоре прибудут в соседнюю республику. В целом на территории Белоруссии из России прибудут два дивизиона ЗРК С-400, один дивизион комплексов «Панцирь-С» и 12 самолетов Су-35. На первом этапе к 9 февраля пролонируется завершить переброску техники и передислокацию войск на конкретных направлениях. Кроме того, должна быть организована охрана важных государственных и военных сооружений, а также государственные границы в воздушном пространстве. На этом контрольном этапе войска проводят контрольные учения по огневой подготовке и другим учебным предметам, а тактические учения проводятся в различных учебных лагерях. Кроме того, по словам Фомина, проверят готовность офицеров службы ПВО к прибытию объектов в Белоруссии, в том числе с помощью Объединенного учебно-боевого центра ПВО. Безусловно, учение — сигнал для Запада и НАТО. Это также сигнал о том, что Беларусь и Россия выступают единым фронтом против Запада. Ссылаясь на недавний миграционный кризис, в котором европейские лидеры обвиняют Лукашенко, белорусские военачальники заявили, что союзническая решимость будет иметь место в ответ на наращивание войск в Польше и странах Балтии. Эксперты не исключают, что Беларусь готовит пограничные провокации для начала боевых действий с Украиной. Россия все чаще включает Беларусь в свои политические игры по заранее прописанным сценариям, как это было в Казахстане в начале 2022 года. Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов не исключает, что учения могут стать поводом для обвинений России в агрессивных планах, поскольку Запад всегда начинает декларировать различные угрозы, когда получает известие о военных учениях на территории России или Беларуси. При этом Грызлов говорит, что российские и белорусские военные всегда возвращались к своим постоянным местам боевых действий после отличных учений.